Здарова, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам о небольшом лайфхаке, который я... Ах! Чё я? Не знаю. Изобрёл, придумал, освоил, познал. Короче, не важно. Сегодня я расскажу вам о том лайфхаке, которым я очень часто пользуюсь. Ежедневно, я бы, наверное, сказал, когда я иду куда-либо. Поехали. В одном из прошлых видео я умудрился назвать процентное соотношение важности мышц тех или иных, которые важны в прыжке. То есть я там не помню, какие цифры назвал, неважно. На самом деле я этих процентов не придерживаюсь, их так из головы назвал. И мне тут же несколько человек написали, что эти проценты неправильные, они на самом деле другие. Давайте, ребята, так спрошу. Вот вы, те, кто писали и те, кто не писали, ответьте мне на такой вопрос. Если я с одной ноги могу прыгнуть 270 сантиметров, а с двух 320, как бы, где тут математика? С одной ноги с места я прыгаю 270, почти 270. Давайте возьмем, что я к этому вот сейчас приду. 270 с одной с места, а с двух 320, 50 сантиметров разницы. Всего лишь. Так, какую процентную часть составляет у меня одна нога? На самом деле здесь такой момент очень интересный, что все мышцы очень важны в том или ином моменте. У всего есть процентное соотношение, я не отрицаю. Его можно проверить таким образом, что выключаешь данные. Данный вид, там, руки, ноги, голеностопы, колени, бедра, спину и так далее. И пытаешься прыгнуть без учета именно данного сегмента в теле. Мы так занимались в легкой атлетике. То есть мы прыгали в длину, в высоту, с руками за спиной, с руками перед собой. То есть по-разному совершенно экспериментировали. Мы прыгали за счет стоп. То есть обязательно колени, ноги в коленях должны были быть прямыми. Вот, поэтому все это примерно я представляю, но очень сильно там влияют и другие факторы. Человек с одной ноги, я думаю, может прыгнуть метра три. Но это не значит, что он двух прыгнет там. Четыре, пятьдесят. Или в два раза больше. Мы же как бы в два раза увеличиваем силу, да? Те, кто сейчас знает физику, должны понять, в чем тут на самом деле подвох. Вот, поэтому пишите в комментариях ваши мысли. И все-таки сколько вы можете прыгнуть с одной ноги. На самом деле очень интересно. Я никогда не видел, чтобы человек прыгал хотя бы два пятьдесят с одной ноги. Давным-давно я правда не помню, как именно я прыгал. Но по-моему я прыгал около двухсот шестидесяти пяти сантиметров с одной ноги. Вот так скажу. Скажите, какие нормативы сейчас в школе я его сдал с одной ноги? Это было смешно. Не помню, сколько я прыгнул. Но школьный норматив на пятерку я сдал крышком в длину с одной ноги. Или, ну да, правильно. Не помню цифру. Двести шестьдесят, там сколько, двести шестьдесят пять. В общем, я его сдал. Сейчас на последней тренировке я прыгнул двести шестьдесят пять. Ну, там погрешность, сразу же говорю. Я не меряю точно. Мне самое главное дойти до определенных цифр. То есть промежуточные этапы я очень часто не замеряю. Если я прыгнул дальше определенной отметки, хорошо, а сколько, не важно. Если сильно, значительно, то там я уже задумываюсь и начинаю мерить. Если есть отметка, я ее перекрыгнул, все супер. Там сантиметр, два, три особой роли не играют. Я за рекордами сейчас, по крайней мере, не гонюсь. Так вот. Вообще, о чем я начал в данном ролике? Хочу рассказать о таком лайфхаке, который очень сильно может вам помочь прокачать свои ноги. Это прокачка мышцы, которая называется, сейчас скажу, которая называется передняя большеберцовая мышца. Я думаю, многие из вас не знают, где это и что это, и как она вообще работает. Загуглите. Я тоже, на самом деле, название не знал. Всегда назвал ее надкосницей. Но, на самом деле, у нее название вот такое. Каким образом мы можем с вами ее прокачать? Я думаю, каждый из нас ежедневно ходит. Так вот, я поменял способ ходьбы. Я доработаю сейчас, хожу, наверное, порядка там. Машут немножко поменялся. Может быть, порядка трех километров. Три туда, три обратно. Каждый день я, как бы, это расстояние прохожу. Выходные, ну, наверное, даю себе отдых. Если иду на тренировку, то до тренировки таким способом иду. На самом деле, проблематично забить мышцу так, чтобы она болела на следующий день. Поэтому это можно делать фактически каждый день, если вы, конечно, успеваете восстановиться. Может быть, вначале будет тяжело. Я делаю очень давно. Я не помню уже, как это все было. Не так давно я это снимал на видео и понял, что на самом деле со стороны даже не видно, что я делаю. Сейчас на ваших экранах как раз-таки показана та ходьба, которая мной лично разработана. И суть данной ходьбы в том, что вы в последний момент носочком выталкиваете себя вперед. То есть не как мы привыкли с пятки на носок идти и после этого просто поднимать ногу. Я до конца не отрываю ногу, до самого последнего момента не отрываю ногу. И за счет именно носочка, пальцев на ноге, главное, чтобы, кстати, еще обувь позволяла вставать на носочки. Если, наверное, зимняя обувь, она будет мешать геленостопу. То есть не факт, что зимой у вас получится. Я зимой этого не делаю. Стараюсь только посуху этим заниматься. Его очень тяжело делать, если делать правильно. Многим ребятам пытался объяснить на словах просто, что делать. Они такие, да что я там прошел 4 километра, даже не понял, ничего не забылил, значит ты неправильно делал. Я делаю, ну реально, 300-400 шагов и у меня просто начинает сводить ноги. Я останавливаюсь, делаю какой-то небольшой передых и снова иду. Бывает просто снижаю темп, потому что если там на работу торопишься. Таким шагом я очень сильно ускоряюсь, но за счет того, что эта мышца идет под постоянной нагрузкой, ноги начинают просто сводить. И именно за счет этой мышцы я уверен, я очень хорошо прыгаю. То есть не тот прыжок с разбега, которому там вы видели, да, то есть там 110-120 сантиметров. Просто прыжок, он это тот самый процент, который есть в моем прыжке. Но его нужно тренировать. У меня очень хороший прыжок с места. Особенно вот когда мы в волейбол играем, нужно поставить блок фактически без подседа. То есть я в колене минимальный подсед делаю, но при этом могу выпрыгнуть намного выше, чем многие ребята там с разбегу. Потому что за счет голеностопа и кры и как раз-таки передней большеберцовой мышцы я могу сделать этот выстрел моментально. Поэтому, ребята, качайте его. Как понять, что вы делаете его правильно? Смотрите, я примерно постараюсь это объяснить. Это очень сложно. Я приходил к этому долго. Именно к тому, как сейчас делаю. Основная идея данного упражнения. Когда вы делаете шаг. Вы ставите там вперед, в следующую ногу, в правую, допустим, давайте идем слева, левая сзади. И нужно в самый последний момент максимально долго оставаться на земле и вытолкнуть себя за счет того, что вы вытянули ногу. И не просто толкнуться и побежать, а вытянуть мышцу, как будто вы встали на носочки. То есть максимально сократить мышцу, растянуть ее, напрячь. И после этого каждый следующий шаг делать точно таким же. Здесь ключевым фактором сыграет то, что вы сможете очень продолжительный промежуток времени держать мышцы в напряжении. То есть не так, что толкнулся и как бы у тебя идет отдых. Нужно сделать толчок, оставить ногу хотя бы немного концентрированной, то есть напряженной. В смысле сжать, насколько это возможно. Сделал, уверенно перед собой поставил и следующий шаг делаешь точно так же. Поэтому если вы сделали там 100-200 шагов и ничего не чувствуете, вы делаете это неправильно. Буквально через 20-30 шагов вы должны почувствовать точно такое же напряжение в ноге, как если вы сейчас, например, возьмете, не знаю, теннисный мячик, сожмете его со всей силы и будете сжать до тех пор, пока бицепс не начнется водить. То есть вот именно такое же ощущение должно быть у вас в ноге. Если вы его почувствовали, значит вы делаете правильно. И чем дальше, чем чаще, чем больше вы будете делать, тем сильнее будет развиваться эта мышца. Она, в принципе, еще растет при подъемах на носочки. Но именно таким образом вы можете хотя бы тренировать ее в промежутках каких-то между там тренировкой. Сразу момент, момент. Перед тренировкой, если вы много бегаете, прыгаете, не советую делать. Делайте это на досуге. Потому что я, придя на работу, наверное, в течение часа не смогу точно бегать или прыгать. У меня очень хороший отходняк. Ну, я и делаю это уже довольно-таки давно, стараюсь это делать максимально много. То есть я там 300 шагов сделал, отдыхаю, 300, отдыхаю, 300, отдыхаю. То есть 5-6 раз успеваю так до работы. То есть это, грубо говоря, даже целый подход получается. Поэтому мышцы, после этого нужно отдохнуть. Эта мышца у меня на самом деле очень мощно развита. Я давно этим занимаюсь. Как-нибудь отдельно сниму. На самом деле здесь в квартире этого особо не видно. Но я думаю, Иван поможет мне с съемками. И мы все это вам покажем более детально. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то из данного видео вам будет непонятное, пишите вопросы в комментариях, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под данным видео. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!